Ведра и другие емкости за забором у жителей поселка Троицк служат знаком. Здесь очень нуждаются в воде. Но по дворам, говорят местные, ее не развозили уже несколько дней. Воды нет. Хоть корову кричи. В магазине тоже нет. Даже пить взять. Мучения сельчан продолжаются уже месяц. В начале августа вышла из строя водонапорная башня. О том, как жителям доставляли воду, мы уже рассказывали в одном из выпусков. Теперь же поселковая администрация распорядилась поставить несколько баков в центре села. У магазина. Наберет кому надо. Точнее, кто успеет. Вот и еще один житель не успел. Из-за нехватки воды, рассказывают местные, соседи уже скандали друг с другом. А если и удалось отхватить воды, то пить жалуются люди. Ее не решаются. Вот такая вода. Вот мы такую воду набираем. И для чего она? Вот птичек поить. Вот и хватает заветного напитка, разве что домашним питомцам, да помыть посуду. Люди рассказывают, за питьевой водой ездят в райцентр к родственникам или даже в Барнаул. Постираться в Барнаул ездила в город, да. Перестирали вещи. Сейчас они у меня лежат в гору мокрые. Сегодня я их пересушиваю. Привезла с собой три канистры питьевой чистой воды. Это вот нам чисто вот прямо вот на кухню. Администрация, как бы они говорят, потерпите еще, потерпите еще. Ждем бригаду, которая одна на планете будет. Скважины, наверное, или как, я не знаю, как объяснить. Просто ждите, терпите. И ждать сельчанам еще как минимум месяц, заверили нас в районной администрации. Подрядчик, который займется решением проблемы, сейчас работает в еще одном соседнем селе. Там похожая ситуация с водой. В крае ограниченное количество организаций, которые занимаются бурением скважин именно с бюджетом, связанным с бюджетом. Возникают, да, предложения коммерческие поступали такие, но чисто за наличку. И сумма стоимости, ну, примерно в полтора раза выше. Жители поселка уже отчаялись. Началась школа. Детей не помыть, не одеть в чистое. Да и сейчас сезон уборки картошки. Неужели и помыться они будут ездить в краевую столицу? Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком.